Доброго дня! Снова понедельник. Не знаю, как насчет новой жизни. Мы столько раз зарекались ее начать с понедельника. Пришло время узнать, получилось или нет. Александр, как ты думаешь? Сегодня тема нашей передачи – сила воли. И как раз мы поговорим о том, что поможет нам реализовать те планы и цели, которые мы поставили перед Новым годом. Ведь уже десятая часть года прошла. Целая десятая часть. Боже, как летит время. Но одно неизменно. Мы снова вместе, мы втроем. Ира, как сегодня на кухне с силой воли? Добрый день. Сегодня, кстати, очень хорошая возможность проверить свою силу воли, потому что с сегодняшнего дня начинается Великий пост. Так что я уже начала проверять свою силу воли. Садимся на диету. Я не называю это диетой. Просто это мое состояние души. Сегодня наши гости поведают нам о том, как они воспринимают, трактуют силу воли. Вообще, как она проявляется в жизни у них, как они ее используются или наоборот, как они от нее абстрагируются, чтобы оправдать какие-то свои поступки. Вот об этом и многом другом в нашей программе «Город женщин». Ну что, счастье быть собой. Именно так называется рубрика, которую ведет Александра Иванова. Именно в ней мы сегодня узнаем, что, собственно, такое сила воли с точки зрения науки, ну и как эту силу воли воспитать. Ну давайте для начала разберемся с понятием, что такое воля, что такое сила воли, потому что сперва нужно выяснить терминологию, да, а потом уже станет многое ясно. Итак, психологи говорят, что воля – это способность человека осознанно ставить цели и достигать их, невзирая и преодолевая внешние и внутренние препятствия. Получается таким образом, что воля, она похожа на свободу. Например, когда человек принимает решение, ну, допустим, бросить курить, да, формирует, тренирует силу воли и в итоге получает настоящую свободу. От привычки вредной. Свободу от дурной привычки, свободу от навязчивых каких-то действий, которые причиняют ему вред, да. То есть, получается, сила воли – это способность смотреть дальше сиюминутной ситуации. Ну, мы все ставим хорошие цели, да. В начале года мы проставили себе, думаем, вот мы будем достигать в этом году того-сего. Но потом начинается какая-то стрессовая ситуация, и наши идеи соблюдать, допустим, режим питания, тренироваться или учить английский язык оказываются забытыми из-за того, что мы устали, из-за того, что день не задался, например, да. Да. А может быть такое, что как раз эти ситуации стрессовые, они складываются в силу того, что мы не хотим на самом деле в глубине души проявлять эту силу воли, бороться с этой привычкой. Это же требует времени, ограничения наших каких-то вредных там поползновений. Да, дело в том, что человек все-таки существо неодномерное. И у нас очень много ипостасей. И вот среди них одна, допустим, назовем ее инстинктивная, да, которая вырабатывалась очень долго, всю историю тысячелетия, там, да, человеческой истории до разумного. И эта инстинктивная наша сущность, она учит нас, когда происходит стресс, две реакции – или беги, или бей. Вот-вот, да. Но поскольку все-таки мы относимся к Homo sapiens, и несколько тысячелетий назад у нас сформировалась новая кора головного мозга, да, префронтальная или лобная, скажем так, это та наша часть мозга нашего, которая способна действовать логично. И этим мы отличаемся, ну, в частности, от животных, хотя у некоторых животных эта способность тоже есть – смотреть дальше, планировать свою жизнь. А если нет силы воли у меня, вот как мне ее воспитать? Да, к счастью, сила воли – это, как и любая сила, она способна тренироваться. То есть как мышцу можно накачать. Да, ее можно накачать. Давайте практически. И знаете, это очень здорово, потому что раньше считалось, что у человека клетки мозга, вот, ну, заданные, они могут только гибнуть, но, оказывается, это не так. Как же нервные клетки, оказывается, тоже восстанавливаются, но медленно. Да, для этого нужно прикладывать определенные усилия. И вот, когда мы работаем над собой, мы можем тренировать силу воли и развивать новые привычки полезные, новые нейронные связи. То есть все это тренируется. А каким образом? Ну, вот хочу я на кухне, например, ну, вот не буду я есть этот кусочек тортика, да? Да, ну, вот дело в том, что есть и помимо животной и разумной части, есть еще одна очень хитрая часть, которая будет придумывать отговорки. Вот, она у меня очень разница, эта часть. Необыкновенно просто. Потому что мы очень умные и начинается, ну, вот не сегодня, Мой мозг меня обманывает, я согласна здесь. Мы разделяемся аж по три части и начинаем метаться вот между тем, кто же все-таки победит. Но поскольку мы разумно выбираем те цели, которые нам действительно нужны, да, есть определенные технологии, как развивать силу воли, да, и получать отличные результаты в своей жизни. Об этом достаточно много исследований. Вот, например, я принесла показать книгу Келли МакГонигал. Это преподаватель Стэнфордского университета. Она там читает курс, очень востребованный курс о том, как развить силу воли. И мы все можем посмотреть эту книгу, да, ну, кое-какие моменты из нее я сегодня расскажу. А также есть очень интересное исследование психолога Квинсенского университета, Роя Баумайстера, который примерно похожие тоже результаты получил в исследованиях. И на самом деле они очень интересные, но в целом показали одно. Человек, у которого развита сила воли, он достигает в жизни намного большего. И это очевидно. Мы это даже вот и без науки можем путем простых наблюдений, да. И вот я бы хотела сегодня пригласить человека, который это подтверждает на практике. И я думаю, мы узнаем очень многого от нее. Это Екатерина Викторовна Попова. Так. Это человек мне очень дорог, потому что это моя студентка-дипломница и аспирантка. Присаживайся, Катя. Кем же стала твоя студентка? Это удивительная молодая женщина, майор юстиции, девочки. Следователь. Так как выглядит современный полицейский. Вот, я хочу сказать, что современное лицо нашей российской полиции выглядит вот так. Элегантное, прекрасное, спортивное, самостоятельное. Удивительно хороший, добрый человек. И кроме того, профессионал высокого уровня. Но это еще не все. Я хочу рассказать о тех достижениях, которые действительно потрясают вот меня лично. Катя, можно мы покажем нашим зрителям эти награды? Ух ты. Катя действующий чемпион велогонки среди женщин в республике Саха-Якутия. Представляете? Самая лучшая велосипедистка Якутии. Это финишер, ну вот просто такого соревнования фантастического Титан-Триатлона. Это когда люди и плывут, и бегут, и... То есть почти пятиборье, даже больше, так? И на велосипеде потом ездят, да? И на велосипеде. И на велосипеде. Вот такой результат Айрон Старт. То есть это железная звезда, железная леди. Железный человек. Это наш вариант, Айрон Мэн, да, я так понимаю, наш российский вариант. И Катя показала восьмой результат, вошла в число вот десяти лучших. Это в Якутии вот эти соревнования проходили? Нет, это в России. Нет, эти соревнования проходят на территории России. В частности, Титан-Триатлон проходил в Абхазии. Это серия стартов, которые проводятся организаторами «Сбронец» Московской области. Там же проходил финал Кубка Евразии по плаванию на открытой воде. Там тоже мне посчастливилось поучаствовать и занять призовое место в своей же возрастной категории. И «Арон Стар» — это также серия стартов по триатлону, наверное, в России. Я участвовала в Казани в 2017 году, в августе. И таков результат. Меня эти результаты потрясают. Вот скажи, пожалуйста, как можно успевать и постоянно повышать свой профессиональный уровень? Учиться, я знаю, ты диссертацию защищаешь, защитила ее в магистратуре, и постоянно дальше растешь. И это, конечно, работа, которая очень серьезная. Это воспитание сына и, естественно, обычные наши бытовые дела. И при этом заниматься аж в трех направлениях спорта. На самом деле это весело, когда ты выбираешь не просто один-две спорта, а три. И, наверное, собственно говоря, к этому я так и пришла, потому что изначально я плавала, глядя на своего сына, который также является профессиональным пловцом. Он начинающий пловец, так скажем. Ему 13 лет. Он занимается в спортивной группе у нас в бассейне Челбон. Я также ходила вместе с ним плавала. Его тренировки, так же, как и мои, теперь начинаются в 7 утра, то есть в 6.45. Мы находимся с ним уже в Челбоне и начинаем плавать. В дальнейшем мне посчастливилось познакомиться с одним удивительным человеком, который меня смотивировал. И вообще, собственно говоря, от него я и узнала, что такое триатлон. Занимаюсь в клубе «Фитнес-лайф», можете воспринимать это как рекламу, на «Сайкл-тренажере» в группе. Я познакомилась, собственно говоря, и с директором этого «Фитнес-лайфа», с Виктором Салтыковым, уже действующим триатлонистом. Единственным на тот момент, да и в настоящее время, наверное, представителем триатлона в республике Сахая-Кусе. От него я и узнала, что такое триатлон. Он явился моим вдохновителем, мотиватором, и все так и понеслось. Это, наверное, так сложно сразу тремя видами спорта заниматься, да? Ну, нам сказали, что это весело. Насколько весело? Чем же это весело? И при чем тут сила воли, кстати? Вот меня интересует такой момент, когда ты бежишь, да, наступает... Вот у меня он быстро наступает. Когда ты выдохся и все кулишь. Ты уже считаешь, что ты ничего... Вот просто ляжешь сейчас на следующей минуте и умрешь, да? Как вот преодолеть эту первую усталость? Это первый мой вопрос. А второй, регулярность тренировок, она же обязательно, да? А есть много соблазнов отказаться от них. Как это преодолеть? Ну, собственно говоря, тут, наверное, нужно организовать все, начиная от своего распорядка дня, своего питания и заканчивая мыслями в своей голове. Поэтому, конечно же, у любого финишера и участника такого уровня соревнований не возникает такое желание, потому что они проходят достаточно большой этап, именно подготовительный этап. И, может быть, да, где-то на тренировках хочется сойти с этого пути, но ты осознаешь свой конечный результат, планируешь какие-то еще другие, более серьезные результаты. И это, наоборот, только мотивирует и стимулирует. Ну, спорт – это лучший способ развить силу воли, да? Ну, я надеюсь, что именно эти навыки помогают вам в раскрытии каких-то преступлений, вашей профессиональной деятельности. Это же так? Да, конечно, на самом деле занятие физическое, спортом – это неотъемлемая часть моей службы, потому что служебная и боевая подготовка также входят в мои обязанности. Поэтому мне это очень помогает в службе. Но об этом попозже мы поговорим, чуть-чуть позже, вернее, поговорим об этом, поскольку мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, а потом вновь вернемся в студию. Мы возвращаемся в программу, в студию программы «Город женщин» и к нашей гости Екатерине Поповой, которая пообещала нам рассказать, как силу воли помогает в ее профессиональной деятельности. А ведь это лицо нашей полиции, современной российской. Да, сила воли для следователя у нас. Это очень важная составляющая, потому что нам приходится работать с разным контингентом лиц, в том числе и с обвиняемым, подозреваемым, стороной защиты, которые иногда используют не совсем корректные способы защиты. И приходится где-то справляться... Самообладание проявляет. Самообладание, да, проявляет. То есть нажим с их стороны может присутствовать, и вы должны уметь противостоять. То, чтобы он может присутствовать. Он присутствует в большей степени вообще при расследовании каких-то серьезных уголовных дел. А вы в уголовном родственской работаете? В следствии? Нет, в следствии. А, в следствии. Да, следователи это отдельные как бы стезя вообще в полицейской службе. И мы занимаемся именно непосредственно расследованием уголовных дел. Поэтому сила воли здесь играет огромное значение, потому что сам по себе процесс расследования уголовного дела порой бывает очень длительный, начиная от сбора материала, заканчивая направлением уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения. И порой на это уходят не просто дни, месяцы, а бывает и больше года. И чтобы проявить вот какую-то настойчивость, наступательность, довести, так скажем, начатое дело до конца, до логического завершения, чтобы справедливость все-таки восторжествовала, требуется, поверьте, немалая сила воли. Но мы видим, что она у вас присутствует в полном объеме. Тем более занятия спортом, я так полагаю, очень сильно способствовали тому, чтобы... Ну, такой стержень чувствуется сразу. Да, стержень очень сильный. А вот научные исследования говорят, что у человека, который не соблюдает режим дня, не высыпается в частности, сила воли начинает снижаться, и в итоге... Ну, а режим дня, это ведь тоже сила воли, это воспитание силы воли. Обязательно высыпаться, это способствует тому, что ты можешь проявлять силу воли. Больше. Тренировать ее, и тоже самообладание проявлять. Вот как насчет режима дня, который многие недооценивают? А как вы считаете, это важно? Это, конечно, это очень важно, особенно для женщины, потому что, чтобы хорошо выглядеть... Ну, у полицейского, наверное, ненормированный рабочий день, да? Да, ненормированный рабочий день, но тем не менее, все равно, я, по крайней мере, стараюсь, чтобы рано встать, мне надо пораньше лечь спать. Ну, бывают, конечно, и тревоги, и другие какие-то необходимые мероприятия, да? Тем не менее, все-таки надо к чему-то стараться, стремиться, чтобы чего-то добиться. А что присутствует в вашем рационе, как спортсмена? Я ждала этого вопроса. Чем нужно питаться? Ну, на самом деле, для спортсмена, который занимается циклическими видами спорта, таковых больших ограничений нет, всему везде необходима мера, да? То есть, поскольку требуется очень большой расход энергии... Ну, тортики вы точно не едите. Нет, ну, иногда я себе, конечно же, позволяю, потому что я их готовлю иногда. Да, и поэтому сладкое, а куда же без сладкого, это же энергия. Ну, мы со своей стороны желаем вам, конечно, побольше энергии, побольше всего того, что помогает вам и поддерживать себя в форме, и давать вот такой замечательный пример всем, в том числе и нам, ну, и прежде всего, подрастающему поколению. Ну, и большое спасибо за то, что нашли время и пришли в нашу программу поделиться своими секретами, как воспитать силу воли, как ее поддержать. И открыли для нас очень главный хороший секрет, что режим дня – это, в общем-то, основа. Основа того, что будет на самом деле с вашей силой воли, быть ей или не быть. Спасибо. Ну, а мы вернемся в студию, да? Мы вернемся в студию, мы сейчас узнаем о том, что день грядущий, наступивший нам, приготовил. Спасибо. Спонсор рубрики – сеть магазинов «Хозмаркет». Каждая неделя похожа на очередной поход в магазин. Никогда не знаешь, чем для тебя она закончится и какие новшества твою жизнь принесет. Будет ли она полезной или просто поднимет вам настроение, узнаем в нашем гороскопе. Овны, в этот период вы легко располагаете к себе и многие доверяют вам свои даже сокровенные тайны. Сохраните их и тогда точно обретете хороших друзей. Тельцы, начало недели обещает вам много смелых признаний, о которых вы даже не подозревали. Возможно, вы взглянете на старых знакомых совсем с другой стороны. Близнецы, чтобы обрести порядок в делах, необходимо окружить себя этим же самым порядком. Для начала можно просто взяться за уборку, которая точно пойдет вам на пользу. Раки, о том, что ждет вас в этот период, мечтают многие. А все потому, что вы можете отправиться в непредвиденное путешествие. Хотелось бы и мне оказаться на вашем месте. Львы, дамы, рожденные под этим знаком, умерьте свой пыл в желании стать лидером. Займитесь более спокойными и домашними делами. Девы, сейчас вы должны быть очень сосредоточены и внимательны, потому что близок тот самый момент, который изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Весы. Иногда полезно пробудить в себе ребенка для того, чтобы отвлечься от всех серьезных дел и забот. Это точно вам поможет. Скорпионы. Ожидание весны пробуждает в вас желание подчеркнуть свою женственность и утонченность. Так что не откладывайте поход в магазин надолго. Стрельцы. Порой вам бывает очень сложно сделать тот или иной выбор. Но эта неделя поможет вам принять правильное решение. Расставляйте приоритеты. Козероги. Этот период весьма удачен для крупных делок или же больших покупок. Смело идите к намеченным вершинам и достигайте поставленных целей. Водолеи. Ваше желание быть сильной и независимой выходит на первый план. Самостоятельность. Это, конечно, хорошо, но главное не переборщить. Рыбы. Неделя ожидает вас весьма напряженная. Работы будет немало. Но вот выходные вас точно порадуют. Ведь удастся наконец-таки хорошенечко расслабиться. Дорогие знаки зодиака, пусть все задуманное вами обязательно получится. С вами была Маргарита Макарова. До следующего понедельника. Пока мы смотрели гороскоп, нас стало гораздо больше. И в студии по волшебству как будто бы появился вдохновитель. Тот самый идейный вдохновитель нашей предыдущей гости Екатерины Поповой, которая рассказывала о Викторе Салтыкове. Так вот, он собственной персоной. Вы можете его лицезреть и не один, а со своей супругой Анастасией, сыном Владом и дочерью Алисой. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы, конечно, представить вас целиком и полностью, но боюсь, что моя память не удержала всех ваших регалий. Я знаю, что вы финишер стартовой серии Iron Man и различных других марафонов, что и пауэрлифтинг есть в вашей жизни, и еще название сложной дисциплины наверняка есть. Да, на самом деле, там довольно-таки большое количество различных стартов и финишей было. Но вот то, что касается того, чем сейчас я занимаюсь, да, это непосредственно триатлон. 13 раз я финишировал на этой дистанции. Это 13 лет или... Нет, это 13 стартов за три года. 13 стартов за три года, да. И буквально в прошлом году, осенью, я отобрался на чемпионат мира 2018 года по Iron Man, по половинке, которая будет проходить в ЮАР в Африке. Это будет... Это будет 1 сентября 2018 года. Уже в этом году? Уже в этом году. Вы усиленно готовитесь? Еще не начинал, но вот с завтрашнего дня начну. Вы к своим спортивным достижениям, я знаю, привлекли уже всю семью. Анастасия, расскажите, пожалуйста, в чем заключается ваше участие в спортивной жизни супруга? Это вообще была чья идея? Это была моя идея. Да? Это получается так, что вообще у меня не первый международный марафон. Первый марафон я пробежала вместе с Виктором в Америке, в городе Чикаго. Мне, конечно, пришлось тоже проявить силу воли, потому что бежала я не в очень хорошем состоянии. У меня был бронхит. Я добежала или дошла, можно сказать, до 6 часов в самом конце, да, со всеми домохозяйками, стариками. Второй старт у меня был в прошлом году в городе Камбоджа, в стране Камбоджа, Сиам-Риепе. Мы бежали у трейл через джунгли, через болото, через старый город. Вот бежала я уже на тот момент в положении, то есть вместе с Алисой. Вот это, да? То есть пришлось второй раз проявить силу воли очень, как бы, было непросто. И вот в этом году у меня был третий марафон. Опять же, сила воли была проявлена, не маленькая, потому что бежала я вместе с коляской. Бежали мы опять вместе с ребенком. Это был уже второй старт для нее. То есть как героическая мама и дочка, я чувствую, тоже героическое. Да, и следующий старт у меня будет уже не марафон. Я решила готовиться тоже к айронмену, к триатлону. Благодаря нашему идейному вдохновителю Виктору Султыкову. А больше никто в городе не занимается, да, вот этих? Нет, уже начинает потихонечку заниматься, да. Уже благодаря тому, что мы продвигаем это направление. Уже есть последователи, и в этом году, наверное, будет уже не один финишер. А, ну то есть вы первые. Вот сейчас мы видим на экране, видели только что фотографию, где вы бежали с ребенком. Вообще как, насколько тяжело, это же ответственно. Вы, наверное, там какие-то дополнительные ремни для ребенка придумали, чтобы, не дай бог, что, да? Мы приехали практически за два месяца в Таиланд перед стартом, перед марафоном. И у меня была возможность подготовиться. Через день я выбегала, мы жили в деревне, выбегала на тренировку вместе с коляской. То есть ребенок уже привык. Вот это да. А там была асфальтированная поверхность или всякая разная? В деревне была всякая разная поверхность. На марафоне была асфальтированная, было легче уже. И ребенок привык к народу. Она очень у меня коммуникабельная, улыбалась всем, была как звезда. Все, кто ей здоровались, хотели сфотографироваться. Реакция у ребенка была положительная. Мне очень нравится сила воли у этого ребенка, потому что, на самом деле, довольно долго уже ожидает своей очереди, как говорится, выступить. Ей исполнилось 5 месяцев недавно. Бежали в марафон 4 месяца. 5 месяцев и такое терпение. У меня вот такой вопрос практически, я думаю, это всем интересно. Какие необходимые качества вкладывать в ребенка, развивать в нем, для того, чтобы он во взрослом возрасте уже обладал сильной волей, мог достигать своих целей? Как вы считаете, вот как родители и как преподаватели, наставники спортсменов, что важно? Ну, конечно, мы пытаемся привить все эти качества нашему сыну. Довольно-таки, правда, трудно проходит этот процесс. Он упертый, не соглашается с нами, я не буду этого делать. Характер очень сложный у нас. Характер очень сложный, да. И вот у него сила воли как раз сейчас на данный момент проявляется. Она в этом формируется, видимо, да? В этом формируется, вот в этой упертости. Ну, тем не менее, за какие-то там небольшие плюшки, да, мы с ним находим компромисс. И, соответственно, он соглашается. То есть со стартом в Бангкоке была такая же история. Он ни в какую не хотел бежать. Хотя для него это уже второй забег был. И за что мы договорились с тобой? За пять тысяч мы договорились, что он побежит. Коммерсант мой. Так, то есть этот момент мы берем на вооружение, да, немножечко тоже поощрений. Не очень хороший, да, момент? Почему не хороший? Техологи одобряют, говорят, что поощрение нужно. Давайте мы вернемся в студию позже и дадим слово самому герою. Конечно, сделаем это сразу после рекламы. Вернулись в студию и даем слово юному спортсмену Владу. Правда, себя он так не позиционирует. Мы его уже окрестили юным бизнесменом, поскольку у него свои методы достижения, результатов. Расскажи, как ты принимал участие в забегах? Как ты вообще себя чувствовал? Думал ли ты, что добежишь? Тяжело было вообще? Нет, не тяжело было. Не тяжело было почему? Ты часто бегаешь? Нет. Нет? С отцом бегаешь? Да. С мамой тоже? Так. А скажи, когда вот тебе не хочется этого делать, да? Ну, тренироваться или что-то другое полезное. Как ты себя вот все-таки направляешь на то, чтобы встать и сделать? Это и называется сила воли. Что тебя поддерживает? О чем ты думаешь? Может, там ремень волшебный висит где-нибудь? Наверное, точно, да. Компьютер, наверное, да? Все-таки мотивация такая тоже одна из очень сильных. Да, и это очень правильно, поддерживать себя во всех достижениях. Небольшой подвиг, да? Совершу сегодня маленький подвиг, ну, получи заслуженную награду. Это хороший метод, он работает. Ну, кстати, я хочу сказать, что вот он на этот старт вышел абсолютно один. Детей не было других, да? Детей практически не было. Мы стартовали в разное время все. Я стартовал в 3 часа ночи, супруга стартовала в 6 часов утра, и Влад стартовал в 6.30. То есть это огромное количество людей. Это Бангкок, это 30 тысяч участников. И вот во всей этой толпе он один справился. Мы все с тем молодец. Финишировал. Поздравляем, хорошее дело. Это прям молодец. И вот это тоже сила воли, мы, честно говоря, переживали за него. Как мы там найдемся? Да, это 30 тысяч бежит, это даже выглядит устрашающе. Он, наверное, какие-то... Вот среди вот тех медалей, которые вы принесли, там есть что-то, что принадлежит именно ему и только ему? Да, вот это вот непосредственно его медаль. Финишер на 3,5 километра. Круто. То есть вторая медаль, я думаю, не последняя. Ну и вот наша медаль, да, наша с Анастасией медаль, это медаль на дистанцию 42 километра и на дистанцию 10 километров. Ну что тут? Ну здорово, когда вся семья занимается спортом, да, и одним причем. Главное, что разделяют увлечения друг к другу. Ну, между прочим, супруга могла бы встать в позу и сказать, я не побегу, я в положении или еще что-нибудь. Да, да, да. Вместо этого она просто прививает вот эти же чувства своим детям. Правильно делайте сами. Кстати, с сегодняшнего дня начался пост, вы его придерживаетесь? Ну, наверное... У нас практически вся жизнь это как большой сплошной пост. Да, жизнь в пост. То есть если это тренировка, то это, соответственно, мы держим все равно какую-то диету, стараемся держать во всяком случае. Ну и вот сейчас, на данный момент, Анастасия сказала, что будет готовиться, и уже начнутся такие небольшие сложности в семье. То есть кто, когда будет и во сколько тренироваться. Так, а кто, когда будет готовить, не возникает вопрос такой? Из одного вытекает следующий. Поэтому есть, конечно, нюансы, которые будут накладывать отпечаток на подготовку, но, тем не менее, я думаю, мы справимся. То есть это те трудности, с которыми там все равно придется столкнуться и их решить. Да, конечно, вы справитесь. А вот у силы воли не только побудительное что-то сделать есть, да, направление и сдерживающее. То есть чего-то не сделать. Да. Например, не есть сладкого, да, то же самое. Или не полежать там лишний часок, не одевать. Ну да, конечно, есть ограничения какие-то, да, которые ты можешь что-то себе позволить, а что там, соответственно... Ну, иногда, конечно, даешь слабинку, и... Да. Ну, все мы люди, да, и мы, как говорится, не железные, да, все-таки, да. Но вы-то железные эту медалью подтверждали. Да, да, да. А вот ваши подопечные, кто только встает на этот путь, а их как вы поддерживаете в этом, когда им хочется уже все бросить? Ну, это мотивация, да, мотивация. Каждый находит мотивацию в чем-то, да, либо в ком-то, как говорила Екатерина, да. То есть я точно так же нахожу мотивацию, читая посты других людей. То есть это очень интересно, да, и подталкивает тебя именно к преодолению вот этих всех трудностей. И тем не менее, да, вот на стартах наступают такие моменты. Вот Екатерина сказала предыдущий, что там, когда она бежит, и желание там остановиться его не возникает. Но вот у меня на последнем марафоне за 4 километра до финиша это желание наступило. Остановиться и все? Да, я все проклял этот марафон, и зачем я его бегу? Это было настолько тяжело, действительно было настолько тяжело, потому что бежишь на пределе своих сил и возможностей, и в определенный момент просто организатор говорит, все, стоп, либо ты останавливаешься, либо-либо. Вот в этот момент приходится бороться очень сильно с собой, со своим я, переступать его. Но тем не менее, финиш он будет. То есть вот за этой кажущейся границей все равно еще есть резервы, которые можно задействовать? Да, мне кажется, что их нет. Резервы есть, да, но нужно осторожно их использовать, потому что все-таки здоровье, оно одно, оно драгоценное, да, и в ущерб себе. То есть лучше принять решение, если уж совсем плохо. А есть какое-то там у вас сообщество или что? Куда вступать людям, которые хотят заняться? Заниматься триатлоном. Да нет, только триатлоном. Вообще. Заниматься можно всем, чем угодно, да, любым видом спорта, да, и люди собираются точно так же в различные сообщества, они есть, существуют. То есть они виртуальны, а реальные что-то есть? Реально, да, есть, но у нас вот много беговых сообществ, они есть в Якутске, да, и вот я, кстати, хотел сказать, объявить, что к концу недели мы откроем регистрацию на Якутский полумарафон 2018. Вот, вот это важная информация. Важная информация, старт состоится этот 1 июля, и он состоится в 12 часов ночи. Чтоб не очень жарко, да? Чтоб не очень жарко, да, было, ну, белые ночи опять же, да. А это какой день недели будет? Это будет суббота на воскресенье. А, ну тогда еще можно. То есть у вас, дорогие зрители, есть время подготовиться? Есть, подготовиться, да, попробовать свои силы в забеге, да. Ну, хотя бы стартовать для меня, например, да. Ну, вот у меня подруга который год уже бегает, и главное, до финиша добегает Оля Попова. Это удивительно. Нет, это круто на самом деле. Люди приходят, начинают, они верят после этих финишов в свои силы. Да, да. И проецируют потом на другие сферы жизни. Это точно. Да, им кажется, что они такие прям могучие, могутные, все по плечу, и это очень здорово. Ну, вот здорово, когда мотиватор есть в жизни, да, человек, который тебя направляет. Потому что самому это сложно воспитать в себе силу воли. Ну, вот здесь есть такая рекомендация, да, у психологов, что помогает медитация, молитва, духовные какие-то вещи. Вот когда совсем уже стало невмоготу, и ты чувствуешь, что вот на грани провала обратиться к таким вот внутренним вещам, а вы их используете? Да, духовные практики есть ли в вашей жизни? Ну, не сказать, что духовная практика какая-то, да, но для меня это вера. Да, вера. Вера – это один из главных моментов. А вера во что? Вера, ну, вера в свои силы, в успех. Вера в себя, понятно. В успех, да. Потом, наверное, это желание. Желание – это постановка цели, достижение их, смелость, не бояться препятствий, всех трудностей. Ну, и самое главное, наверное, терпение. Ну, и, наверное, поддерживающее окружение очень важно создать для себя среду, которая будет тебя в этих стремлениях поддерживать, да? Да, нам повезло больше, чем, наверное, остальным, потому что мы единомышленники с мужем, у нас одни цели общие. Да, это важно. Ну, это тоже в силах, мы же выбираем себе окружение. Нет, знаешь, когда сложилась семейная жизнь, ну, друзья, может быть, другой какой-то круг поддерживающий. Спасибо вам большое. Мы желаем только счастья вам, чтобы всегда ваши цели были идентичны, чтобы вы смотрели всегда в одну сторону. Ну, и спасибо, что вы являетесь, оказывается, мотиватором и замечательным таким вдохновителем для очень многих людей. И сегодня я еще раз в этом убедилась. Спасибо вам. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо. До свидания. Возвращаемся в студию. У нас такой маленький переполох. Ну, я считаю, что нам нужно, девочки, просто необходимо как-то подвести какие-то итоги. Помнишь, вначале мы говорили, пересаживайся сюда. Давай, Ирочка, подойди к нам, пожалуйста. Помните, мы вначале говорили о том, что мы ставили цели на этот год. Вот ты можешь что-то сказать по поводу своих целей? Какой-то шаг, может быть, ты сделала уже приблизивший тебя к цели, хотя бы к одной? Или уже что-то исполнилось? Мне вот очень помогает то, что я изучаю практики, которые действующие, да, и что-то внедряю в свою жизнь. И, в общем, на сегодняшний момент я могу сказать, что то, что я планировала до настоящего времени, у меня идет все по плану. Ну, и здесь, конечно, не столько даже сила воли моей, сколько просто, ну, это было запланировано просто, да, не сделать это я не могла. Но вот в продолжение нашей темы мы очень много аспектов сегодня, я считаю, раскрыли, да. Мне бы еще один момент хотелось раскрыть. Это для тех людей, у кого сила воли все-таки еще не настолько тренирована, как у железных наших людей, железных наших детей. Да, сколько мы сегодня увидели замечательных людей. Да, это вот замечательный пример того, когда человек работает над собой и постоянно тренирует вот эту свою мышцу, так скажем, да, внутреннюю силу воли. А для тех же, кто все еще на пути, вот очень часто встречает соблазны и поддается им, вот ученые рекомендуют такую практику, которая называется скольжение. Ну, то есть вот, допустим, ну, неважно, что это, действие или, может быть, наоборот, вот сейчас пост актуально воздерживаться от агрессии, от раздражения, да, мы в этом тренируемся. Да, потому что пост, да, пост. Да, это вот практика направленная. Ну, вот как ты правильно так сказала в самом начале, помнишь, вот эта фраза такая хорошая. Ну, потому что важно, главное не есть, да, это кто-то из наших вот духовных наставников говорил, и когда вот, получается, на тебя нападает, например, раздражение, да, ученые рекомендуют пронаблюдать его, не поддаваться ему, а начать его, вот прямо наблюдать, что, да, я чувствую раздражение, эта волна подкатывает вот к моему, допустим, горлу. У меня поднимается температура, ты все фиксируешь, да, у меня дрожат ноги, у меня сейчас загорятся уши, да. Да, 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 то есть раздражаешься с вот этим чувством, и ты начинаешь его наблюдать, и любые вот эти соблазны, они силу волны имеют, то есть они нарастают, нарастают, а потом сходят на нет. Обычно люди вот в момент, когда нарастает вот это раздражение, они его хотят скинуть, не проходя до конца, да, поддаются этой волне, и она захлестывает. Да, и можно натворить делов, простите. Да, можно сказать лишнего, и это ведь тоже как раз о силе воли говорит самообладание, да, о чем мы говорили, поддаться эмоциям, ну, наговорить, наделать лишнего, или наоборот, бросить свои какие-то цели. А вот когда мы наблюдаем эту волну, и мы позволяем ей быть, то в итоге мы ей не поддаемся. Да, мы ее контролируем. Я, оказывается, сама того не понимая, использовала вот этот самый научный метод. И потом, вы знаете, вот по силе воли, да, там был такой эксперимент, когда зефиринку клали детям и уходили, да, и если он потерпит, не съест ее, то через 2 минуты получал 2 зефиринки. И вот снимали детишек, которые смогли с этим справиться. А предварительно-то им говорили, что не надо трогать. Им, конечно, объясняли условие, что потерпи, тогда получишь 2, да. И вот некоторые детишки, они закрывали там волосами, ручонками, чтобы не видеть их, и тогда это помогало им удерживаться от соблазна. То есть помогать себе, вовлекать другие, да, убирать вот эти вот вещи, которые тебя провоцируют курить там, например. Да, выкиньте пачку сигарет и не покупайте. То есть меньше этого делать для себя, того, что ты соблазняешься. И еще, знаете, очень интересно, почему, вот есть же сейчас много книг, утро, да, что утром очень хорошо, и народная мудрость говорит, решение принимать утром. Наша сила воли с усталостью слабеет. То есть когда мы устали, когда у нас уровень сахара в крови вот скачет. Когда мы хотим спать очень сильно. Да, когда мы и раздражаемся, и делаем то, что нам не нужно делать. Да, да, да. Поэтому поберечь себя и важные вещи делать утром, требующие силы воли, а на вечер оставлять уже такие более приятные моменты, да, понимая, ну, вот этот механизм свой. А разве в данном случае жаворонок сова, вот это вот разделение не работает? Ну, оно работает, но не до такой степени. То есть усталость, она способствует тому, что самоконтроль падает. Угу. Вот, и учитывая это, поддерживать себя и исследовать себя, что тебе помогает, что поддерживает. Займемся этим, а пока небольшая пауза рекламная. Ну, а следующую нашу рубрику, шкатулку вкусных рецептов, я представляю с некоторой грустью, поскольку ведущая наша Ира Диктелева сказала, тебе сегодня остаться голодной. Ирочка, это ведь так? Ну, сейчас узнаем. Да, Оля, на твой вопрос я отвечаю так. Сегодня начался пост, поэтому тебе, наверное, не удастся попробовать наши вкусности, которые мы сегодня приготовили. Ничего вам больше достанется. Но виноград ты можешь покушать. Спасибо. Прежде чем я позову сюда свою гостю, я хочу сказать, что совсем скоро, в преддверии женского праздника 8 марта, на прилавках магазинов появится свежий номер кулинарного журнала номер один в республике, вкусная шкатулка рецептов. Поэтому, хозяюшки, заранее готовьтесь сделать подарки своим подругам, мамам, сестрам, коллегам и так далее. Ну, и хочу пригласить в гости к себе в рубрику Надежду Маркову. Здравствуй, Надя. Здравствуй, Кирина. Надюша у нас многодетная мама. Вот скажете, что у нее трое детей? Нет. Кто не скажет? Спасибо большое. И активистка нашего кулинарного клуба «Вкусная шкатулка рецептов». Надюша, что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить такую закуску вкусную, которая состоит из винограда, сыра и всяческих наполнителей. Будем делать шарики. Сырные шарики с виноградом. С виноградом, да. Что нам для этого понадобится? Сначала наш основной ингредиент – это сыр и виноград. Надо помыть и обсушить виноград, потереть сыр, приготовить массу и порезать укроп, орехи, кунжут и подготовить сметану. Так, сначала берем сыр и трем ее на терке. Сыр у нас обычный твердый, да? Да, сыр у нас обычный твердый, российский. Можно использовать овечий сыр, сыр Филадельфия. Какие еще сыры бывают вкусные? Ну, обычно во Франции, поскольку это блюдо больше относится к Франции, потому что сыр, виноград. Да, и там используют обычно сыр с плесенью. Дорнблю называется, да? Дорнблю, Рокфор и так далее. Ну, и кроме того, можно использовать три сыра, три вида сыра – это твердый сыр, сливочный сыр и творожный сыр. И из всех этих сыров сделать такие шарики, и можно даже подавать их отдельно, виноград отдельно и отдельно сырные шарики. Но сегодня у нас будет эта закуска такая, что виноград у нас будет внутри шариков, правильно? Да. А виноград без косточек в таком случае надо выбирать, так? Обязательно. Обязательно без косточек, но вот когда подаете взрослым людям, можно подать их с косточками. Вот дети иногда, да, детям не нравится, что косточки попадаются, им можно помочь извлечь косточки. Мы использовали этот сыр, потому что у меня в кухне такой принцип, да, легкость, доступность и простота. Простота. Можно, конечно, да, воспользоваться тремя видами сыра, но какой довольный. Это у нас такой чисто якутский вариант сырных шариков с виноградом. Добавила сметану к сыру, чтобы получилась масса, из которой можно лепить шарики. Виноград лучше брать, по-моему, темный, да, потому что он красивее смотрится внутри. Да, контраст хороший получается, да. Черный, черный и красный. Надежда, скажи, пожалуйста, сила воли для многодетной мамочки очень важна? И в чем она проявляется? Ну, я думаю, что сила воли, как и для каждого человека, для мамочки тоже важна. Ну, она проявляется в разных вещах, да, например, кто-то много спортом занимается, кто-то мало кушает, с помощью этого худеет. Ну, сила воли проявляется также в том, что... Ну, воспитание детей это точно нужно. Не накричать на ребенка, да, вытерпеть, когда они... Поднять утром, особенно если ребенок сова. Один жаворонок, другой сова, третий вообще... То так, то эдак. Так как я являюсь учителем, сила воли, вот напрямую, да, относится ко мне, давать детям знания, да, которые они не знали до меня. Ну, вот это проявляется. И не очень-то горят желанием узнать. Ну, и в школе нужно иметь огромную силу воли учителям. А как вот у детей вы тренируете? Вот ученые говорят, что здесь вот важно не перегнуть. Если за ребенка все решать, он не будет самостоятельным. Если чересчур жестко заставлять его действовать так, как ты считаешь нужным, то же самое мы парализуем его волю. То есть ребенок не должен вырасти инфантилом и не должен вырасти чересчур таким упрямцем большим. Да, вот как найти этот баланс, эту золотую середину здоровую? Ну, я стараюсь. Слава Богу, меня воспитали родители хорошо, меня воспитали самостоятельным человеком, потому что я была не одна в семье, нас было четверо, мы многодетная семья были. Ну, и как на правах старшей сестры, да, всех, нас так воспитали, что мы вообще такого не могло быть, что мы не могли быть самостоятельными. Да, за нас, нам показывали, мы делали. А потом еще с вас требовали. Конечно, да. Над младшими вы же контролировали. Так, давай продолжаем готовить. Надя, и расскажи нам про наш клуб, как ты туда попала и что он тебе... Какое-то твое воспоминание яркое из нашей деятельности. Очень-очень много воспоминаний, да, вот с этого клуба. Этот клуб дал мне такой толчок, когда я сидела на декретном отпуске, да, у меня трое детей, и представьте себе, сколько лет я сидела дома. В вечном декретном отпуске, как ты как-то сказала. Вечный декретный. На торжественные мероприятия. Да, и вот Ирина меня, в меня она как-то поверила, да, она меня звала на многие мероприятия. Семинары, выступления, вот такие телевизионные выпуски, мастер-классы, да. Я приходила, я делала, и вот вместе с этим моя самооценка тоже росла. Вот она и этим мне помогла. У Нади... Этот клуб. Наша Надя, она принимала активное участие в благотворительных мероприятиях. Мы же очень много проводили мероприятий за вот эти пять лет. И, кстати, я в прошлый раз ошиблась, сказав, что мы организовали в 2013 году, на самом деле в 2012, в сентябре это было. Целый год чуть не украла. Это такая грубая ошибка своей стороны. Да, вот я очень хорошо помню наш мастер-класс детям из Берегини, да, детский дом. К нам пришли много девочек, больше десяти было, да. Мы проводили мастер-класс по изготовлению сладких кексов и украшений их мастикой. Вот вроде такой кулинарный клуб, да, а вот сколько социальной поддержки детям, да. И в конце пришли такие дети, да, стесняются, неуверенные, а ушли вот с таким чувством. Да, я тоже могу так, оказывается, приготовить. Да, и такие довольные ушли. Так, шарики мы уже сделали, да, практически мы закатали в сыр виноград. И сверху мы можем обсыпать любой вот этой обсыпкой, которая есть, да, получается? А можно вот так обсыпать, но лучше, конечно, покатать шарик. Тогда получится более такая... А, прямо там туда его кидаем и... Берем шарик, откатываем сначала укроп. Еще можно в базилике, да, это красиво получается. Да, можно завернуть вместо винограда. Да, можно завернуть бордовыми листочками. Черри. Черри можно. Можно, наверное, и чеснок, да? Чеснок можно добавить в сырную массу, да, чтобы... Интересно, как с виноградом... А, кстати, это очень вкусно, между прочим. Потому что до рублю он же тоже островатый такой сыр, тем не менее с виноградом он очень хорошо сочетается. Вот. А поджаривать можно? Поджарить шарики. Я не знаю насчет жарки, но бывают, да, такие блюда, которые можно жарить. На фритюре. Это блюдо у нас такое... Закуска, да, холодная. Очень нарядная, поэтому его можно подавать на праздничный стол в качестве закуски. Пятиминутка, так называемая. А можно сырную тарелку, наверное, да, дополнить шариками такими, как десерт подать. Да, да, да. Вместо винограда можно... Вместо Рафаэла конфет. Конечно. Здорово. Ну, если взять еще обезжиренный творог, можно получить диетическое блюдо. Ой, хочется посмотреть по мне. Можно мы посмотрим? Подходите. Ой, спасибо, хорошо. Это действительно очень красиво. Да. Вот у нас уже готовое блюдо. Такие вот блюда, которые мы только что приготовили. Слушайте, а вместо винограда какую-нибудь оливку, наверное, можно, да? Конечно, можно. То есть принцип тот же и дополняем по... Слушай, ну у тебя идеи приходят прямо сразу. Я бы туда кусочек огурчика и помидорчика, и был бы маленький салатик у меня. А что? Можно подать на форшет. Кстати, детям очень нравится, потому что там внутри виноградинка. А, кстати, туда же можно виноград вообще не класть, и можно сделать без начинки. Вот, как ты сказала, помидоры, огурцы, сыр, и скатать из всего вот этого шарик, да? И это такая вот закусочка. Слушайте, это универсальная закуска, по-моему. Спасибо. Как всегда, пополнилась наша шкатулочка. Да, наша шкатулка пополнилась, точно. Я возьму это на вооружение, буду делать, потому что это просто быстро. Вот здесь могу я найти, да, все рецепты? В этом журнале есть даже мы. Так, покажи. Это даже мы. Вот, где мы там, красавицы. Действительно, мы там есть. В стиле гостей. А-а-а, девочки. Да, вспоминают передачу. Так что, ну, этого журнала, наверное, в продаже уже нету, это зимний номер, потому что его раскупили как горячие пирожки перед Новогодними праздниками. А когда же это следующего? Его нету. Так, Надя, покажи, пожалуйста, свое готовое блюдо. Вот это шарики наши. Очень красиво. Очень флэр, пунжут, орехи и укроп. И внутри виноград. На самом деле очень просто, да? Да. Но оригинально. Слушайте. Такую закуску, наверное, может сделать даже начинающая хозяйка. Да. Поэтому молодая хозяюшка. Я, вы знаете, хочу что сказать. Для силы воли вот это блюдо очень хорошо. Да. Потому что ученые говорят, что блюда, содержащие много сахара, они разбалтывают нашу не только здоровье, но и силу воли, да. А это как раз все, что полезное. Тут и кальция, и витамины, и орехи. Да, и не содержит сахар. Ну, по крайней мере, только природные в виде винограда, да? Да, и полезные жиры, да, в виде орехов. То есть это и полезное блюдо. Видишь, как мы все можем подвести. А у кого подвести, могут покушать просто виноград. А я поняла уже это. Я не претендую, да. Моя силовая липа позволяет мне совершенно спокойно выдерживать пост. Спасибо вам, девочки, большое за сегодняшний эфир. Я очень много узнала с теоретической точки зрения, с практической на кухне даже. Какие примеры мы видели сегодня. Какие великолепные у нас были гости. Да, я очень-очень рада тому, что все они смогли найти время, и сегодня собрались, и столько много нам поведали о том. Спасибо нашей Наде. Как сила, жара может помочь. И поделилась таким шикарным рецептом. Счастливой недели. Хороших вам достижений. И скачайте силу воли. Пока. До свидания.